Всем привет! С вами Лена Мартынова. Сегодня я хочу показать вам четвертую дизайнерскую посылку от производителя чипборда Тукрафти. Австралийский производитель. Я уже почти год в этой дизайн-команде. С января 2018. И недавно хозяйка магазина Ванесса написала мне письмо на почту, где она спрашивала, хочу ли я остаться на второй срок. И, конечно же, я сказала, что да, я хочу остаться еще на один срок. Еще на год в этой замечательной команде. Очень талантливая команда. Все девочки-дизайнеры делают потрясающие работы. То есть приходится как бы и свой уровень работ поддерживать на уровне. Тут не схалявишь нигде. И приятно работать в таком творческом коллективе. Вот такие вот коробочки мне присылают. Доставляет мне их курьер. Домой прям. То есть прямо из Австралии напрямую ко мне. Очень приятно, что не надо ходить на почту. Давайте посмотрим, что я на этот раз заказала. Потому что мы сами заказываем чипборд себе. Можно выбирать. 50 разных дизайнов. И это на 3 месяца. Так, давайте я вытащу из коробочки. Таким вот образом. И мы будем рассматривать. Так, вот они в пакете еще. И подсчитываем. Вот у крафтичей борды все, как правило, уже без негативов. Иногда бывают с негативами, но редко. В основном вот они уже вытащены. Я заказала на хэллоуиновскую тему несколько. Вот такая вот надпись. Хэллоуин Найт. И уже заказала на новогоднюю тему. Потому что уже нужно будет с этой посылки делать новогодние работы. Поэтому вот у меня. A Christmas Tradition. Believe in Miracles. Поверь, чудеса. Через the Moment. Береги момент. Ну, это универсальная достаточно надпись. Так, вот здесь вот я так вижу уже. Это подборка рождественского чипборда. Вот такой вот он. Давайте сначала сборчу. Вот такой чудесный пряничный домик. Я каждый год пеку пряничный домик. Уже, наверное, на протяжении 13 лет. То есть это уже моя традиция стала семейная. И поэтому, конечно, я не могла не заказать вот такой домик. Возможно, я сделаю новогоднюю страничку, где... С фотографией нашей семьи. И украшу вот этим чипом. Вот такой пряничный человечек. Подарок. Это колпак Санта-Клауса. Шарик. Санта-Клаус. Снежинка. Ещё снежинка. Звёздочка. Так, ещё подарок. Вот такие вот ягодки-астролисты. Валенок. Ёлка. Конфетка. Так, ещё ёлочка. Это какой-то шарик. Вот такой камин потрясающий. И к нему вот такая ещё деталь. То есть я понимаю, что это вот такой вот 3D-камин можно сделать. А в принципе, можно и вот этот использовать, ну, как самостоятельную деталь декора. Ну, наверное, я всё-таки использую как 3D-камин. Ну, 3D-работу сделаю. А, вот эти вот ещё вытаскиваются. А, нет, не вытаскиваются. Ну, вот. Вот такая вот подборочка рождественских чипов. Там должны быть ещё. Потому что я заказала много. На всякий случай, вдруг буду много делать проектов. Так. Листики-монстеры. Вот такой вот набор из звёздочек и сердечек универсальный. Всегда можно маленькие добавлять во все работы. Ага, вот такой забавный Санта-Клаус. Тропический, с заской для серфинга. Он вообще просто обалденный. Мне очень нравится. На открыточку какую-нибудь добавить. Кажется, такой позитивный. Здорово смотрится. Так. Вот такие вот цветочки. А, это вот из нового релиза. Такие интересные дизайны с часами, шестерёнками. Что-то в духе Алисы, наверное, да, в стране чудес. Ага, вот такая рождественская. Ну, как гирлянда, наверное, с нотками и листиками астролиста. Свадебное платье. Я всё ещё собираю материалы для свадебного альбома. Всё. Надеюсь, что я его буду делать. Заказывала в предыдущей посылке дизайны. Уже несколько, правда, потратила. Но на свадебный дизайн, что радует. И заказала ещё в этой. То есть, буду дальше их копить. Накоплю уши. Тогда, я думаю, сделаю. Вот такая чудесная веточка с очень нежными листочками. Ага, ещё один рождественский дизайн. Олени. Парочка оленей. Так, вот это что такое? То ли цветы, то ли снежинки. Сейчас откроем, посмотрим. Что это? Нет, это просто какой-то растительный декор. Достаточно ажурный. Не тяжёлый, не будет утяжелять работу. Хорошо будет смотреться. Вот такие вот два сердца. Вот я их использовала. И опять заказала уже, по-моему, в третий раз я заказываю. У меня есть любимые дизайны, которые я заказываю почти в каждой дизайнерской посылке. Тоже новый, из нового релита. Вот эти салфеточки, мандалы. Очень они ажурные. Прям тоненькие-тоненькие чипы. И вот такая вот красивая салфеточка. Вот, красота. Так, рамочки я очень люблю. На обложке альбомов мне нравится их использовать. Ну и так везде тоже. Так, это из новогодней коллекции. Вот такие вот три шарика новогодних. Так, откладываем. Что ещё? Фоновый чипборд круги. Ага, вот такую вот штуку хэллоуиновскую я ждала. Потому что хочу начать делать проект хэллоуину. Ну, раньше я очень любила, на самом деле, этот праздник. И мы даже с детьми дом украшали. Тыквы вот эти вырезали. Ну, как-то со временем вот это вот настроение могилок, кладбища, вот это вот, что-то черепов стало мне как-то неприятно. И я не буду, конечно, ничего такого особенного украшать. Ну, просто вот работу хочу сделать, потому что уж очень забавный, забавный чип. У него там, ага, вот он. Вот такой ещё наборчик я заказала с ведьмой, котом, котлом. И хочу что-то такое, как трёхмерное в коробочке в такой сделать. Ну, как объёмное такое что-то. Ну, просто захотелось. Ещё олени маленькие, и их четыре. Думаю, на открыточке хорошо будет их использовать. Они такие аккуратненькие. Или, может быть, какие-то новогодние отрезки сделаю. Так. Вот такие вот две веточки ещё. Вот такие. О, шарики вообще вот эти потрясающие. Я, когда заказывала шарики, сначала я выбрала вот эти вот. Вот такие вот. А потом увидела, что есть ещё вот такие. Но они вживую смотрятся вообще шикарно. То есть вот эти немножко всё-таки как грубоватые такие. А эти вот же, они все прям расписаны. И такая вот тонкая вот эта резьба. Очень красивая. Так, это вот были как бы по индивидуальным дизайнам. А некоторые мне присылают просто вот так вот кучкой. Чтобы не плодить лишние пакетики. У меня у этих пакетиков уже целая коробка, на самом деле. Так, давайте посмотрим их по отдельности. Вот такая рамочка. Тоже на обложку альбома. Просто шикарно будет. Снова я заказываю вот эти фонари. Очень они мне нравятся. И в альбоме в любом будут хорошо смотреться. И страничку я с ними делала. Так. Это у нас свечи. Подсвечники. Даже не помню, что я заказывала. Такой сюрприз мне. Ага, вот ещё большой такой подсвечник. Вот такая вот большая рамочка. Снова я заказала беседку для свадебного альбома. Уже я её использовала. Она мне очень понравилась в работе. Она очень ажурная, нежная. Ну, потрясающая. Ещё раз я заказала вот такой вот с почтовым ящиком. Но тоже потому, что я его для свадебного альбома хотела, использовала в страничке. Ну, может быть, всё-таки до альбома этот дотерпит. А здесь я заказала стрелки от часов. Вот такие вот часы. По-моему, я тоже где-то заказала циферблаты. Но стрелки вообще просто шикарные. Вот такие очень красивые. Смотрите, какие. То есть их можно и так просто использовать. Не обязательно даже собирать часы, скажем так, из них. То есть можно и так их использовать куда-то, украсть имя какую-то страничку. Вот. Так, давайте тут пока отложу. Время не теряйте. Не буду складывать их назад в пакетики. Потом сложу. Так, вот такой фоновый чипборд с какими-то квадратиками, с круглёнными уголками. Здесь ещё два. Вот такая вот решётка с сердечками. И решётка, скрученная как бы из проволоки. Так, ага. И последний пакет. Вот такие вот цветы. Я так думаю, что это гибискус. Я заказала его, когда заказывала листики монстеры, то заказала ещё вот такие вот цветы. Мне кажется, на открыточке очень красиво будет. Вот их покрашу розовой краской или эмбосингом розовым сделаю. И будет очень красиво. Там уже у меня есть коллекция тропическая от фабрики Декору. Там как раз вот такие вот мотивы, такие же цветы, такие листья. И будет очень хорошо сочетаться с этой бумагой. Заказала я вот такое вот окно со ставнями. Многие, наверное, видели ставни примы. И когда я вижу в работах у девочек, как они используют эти ставни примы, просто вообще для меня это просто... Мне так это не нравится. Ну, здесь, конечно, немного более попроще. И у примы, я так понимаю, они ещё и на петлях, по-моему. То есть там всё такое массивное, открывающееся. Но всё равно вот это вот окошечко вот с этими ставнями. И вот эта штука, наверное, это подоконник. Ну, в общем, я куда-то обязательно использую. Мне очень хотелось вот эту штуку. Я рада, что вот у Крафта оно есть. Я что-то раньше не замечала, но нашла. Ну, вот теперь у меня есть такая штучка. Так, ещё фоновый. В этой посылке у меня много фонового. Вот такая вот тоже из проволоки. И вот такая большая мандала. То есть они выпустили двух размеров. Вот такие большие и поменьше. Ну, вот большая, как вы видите, она довольно массивная. То есть маленькие они были очень ажурные. Я взяла разные дизайны попробовать. А у них к большой такая же маленькая ещё как бы прилагается. Вот. Маленькие всё-таки по ажурнее. Большая тяжеловата. Ну, на страничку куда-то использовать или делить её частями, конечно. Потому что так просто приляпать куда-то забирает она много на себя внимания. Либо как если делать самостоятельный элемент декора, какой-то альтер-арт, декорировать там чем-то. Ну, в принципе, тоже можно. Так, фантазия пошла работать. Так, что ещё? Ну, такие вот листики. Тоже в открыточке куда-нибудь, страничке. Замечательно. Это новогодние рождественские веточки. Ой, какой миленький. На самом деле, когда я смотрю их на сайте, картинки чипбордов, очень трудно оценить размер. Хотя линейка рядом там лежит. Да, там написаны размеры, всё. Но кто смотрит на линейке, там я, то есть я хватаю то, что мне нравится. И, честно говоря, я думала, что вот это будет что-то крупнее. То есть, ну, наподобие вот этого чипборда с кругами. Почему-то отключилась камера. Я заново включила. Вот такая вот гирлянда. Тут лампочки пожирнее. Тут они более мелкие. Так. Ну, уже почти всё. Почти всё я показала. Так, давайте ещё сразу новогодние покажу. Вот от такого Санта-Клауса тоже я в восторге. Он с подарками. Ну, на открытку, наверное. Можно на открытку, но больше уже ничего не добавишь. А я люблю, когда всё-таки что-то ещё есть. Может быть, на страничку. Или холст какой-нибудь праздничный в качестве украшения для дома сделать. Вот такие вот баннеры. Это новый релиз Тукрафтим с надписями Джо Джо Су Суит Фэмили Череш Лав Ю И Бьютифл Очень мне нравятся они. Я хотела посмотреть, как они смотрятся вживую. Потому что есть ещё другие с другими надписями. Наверное, я закажу в следующий раз. Ещё. Вот такие очень красивые. И на страничку можно, как заголовок. И в альбомчике хорошо, где-то вот под фотографиями. И на страничку тоже можно. Ну, здорово вообще смотрится. Так, и последние два. Это вот такая вот ажурная рамочка. Очень красивая. Не пойму, где у неё лицевая сторона. Немножко он зажаренный. Но, как бы, мне это не смущает. Я всё равно их крашу. Покрываю пудрой для эмбосинга. То есть, конечно, в таком сером виде я эти чипы не оставляю. Они немножко не такие, как мы привыкли. Да, у нас девочки режут из светлого картона. Но зато они гораздо плотнее. Они не расслаиваются. Выдерживают всякие микс-медийные эксперименты с красками, спреями и прочим. Вот. Я помню, делала работу. Заливала этими спреями так, что у меня аж всё такое мягкое стало. Но высохло. Ничего не повело. Ничего не случилось. В общем, всё было замечательно. Так, и последняя вот такая вот гигантская рамочка. О чём я думала, когда я это заказывала? Наверное, ни о чём. Ну, либо, опять же, либо, то есть, это резать и куда-то там в альбомы или куда-то. Но резать жалко. То есть, она заточена как рамочка. Поэтому, наверное, на страничку. Ну, вот, спасибо, что зашли на мой канал. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И до встречи в следующих моих видео.